Копаясь в старинной литературе я нашел книжку 19 века французская колбасная фабрикация что-то типа того или производство французских колбас там был найден рецепт сервелата вот который в принципе я уже пробовал готовить он получился замечательный такой в магазине не возьмешь вот компоненты это свиные рульки и боковой шпик значит сейчас я обваляю рульки из ролик надо извлечь все мясо и покажу как готовится фарш вот 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 Продолжение следует... Вот с одной рульки получилось довольно приличное мясо. Сейчас я доделаю и разделываю все остальные и покажу дальше. Из 6 кг рульки у меня вышло 2,5 кг чистого мяса. И вот кости, шкура и то, что как бы для колбасы не годится, но я отдельно расскажу или покажу, что из этого приготовить, что порадует ваших домашних, да и в общем-то всех, хоть гостей, хоть кого. А мясо сейчас займемся. На мясорубку крупную сетку и все это дело в фарш рубим. Сетка, ну, около 6 миллиметров, может быть 8. Да, это 8 сетка. Чем крупнее, ну, сильно крупно не надо, там 10-12, а вот это вот оптимально подойдет, потому что тогда колбаса будет и структурная, и в то же время фарш быстрее промаринуется. Вот фарш перекручен на мясорубке. Теперь на него мне нужно взять и добавить шпига. Я беру вот 500 грамм на шкуре. После удаления шкурки и разделки, я думаю, здесь останется грамм 350, то есть на 2,5 килограмма фарша где-то вот это количество шпига. Кому нравится более жирная колбаска, можете взять из расчета 20% от мяса, то есть полкило чистого шпига. Но у меня дома не очень жирные любят, поэтому будет попастнее. Для того, чтобы сало лучше нарезалось, то есть шпиг, его желательно подморозить. Я сейчас попробую показать, как он режется в подмороженом виде, и вы поймете, что это действительно очень удобно. Если пытаться не подмороженое нарезать на кубики, это будет очень неудобно, и вы рискуете порезаться. А так можно вот очень достаточно мелкие нарезать. Только надо делать достаточно быстро, потому что от рук мгновенно размораживается, начинает плыть. Видите, вот получаются такие аккуратные, ну, может, это выглядит не совсем аккуратно, но на самом деле это аккуратные кубики. Я вот примерно 5 миллиметров делаю. Грань у кубика, потому что и рисунок тогда красивый получается в колбасе. Ну, в общем, не буду вас утомлять. Вот оно получается вот так. Дорежу и замешаю уже фарш. Подготовлен шпиг, подготовлен фарш. Смешиваем. И сейчас займемся приготовлением специй. Для составления специй, приготовлено 200 грамм воды. Я использую аптекарские весы, ну, или ювелирные весы, для того, чтобы отвесить нитритный натрий, это яд, с ним надо аккуратно. Вот, нам нужно 0,03 грамма, для того, чтобы подготовить правильную консистенцию колбасы. Так вот, есть, чуть-чуть перебрал. Сейчас я ровно у половины это делал, потому что весы не сразу реагируют. Значит, половину я сбрасываю в воду, потому что никак иначе вы нитрит равномерно не внесете. Остальное возвращаем. В принципе, значит, по норме идет 7 грамм на 100 килограмм. Но я поменьше, я схожу из 5 грамм на 100 килограмм, потому что это для домашнего использования, а вовсе не для продажи. Это, кстати, сказать, то, что осталось. Как я и обещал, я покажу, что с этим делать. Значит, теперь мы, вот, нитрит растворился. На этот же объем 70 грамм соли, исходя из объема фарша, и 50 грамм коньяка. Это у нас будет та самая смесь, в которой будет солиться и созревать фарш. Пусть растворяется. Пока растворяется соль, я перекладываю готовый фарш в большую емкость, чтобы было удобно перемешивать. И внесу другие ингредиенты, а именно черный перец и мускатный орех. Перец черный молотый. Тут, опять же, дело индивидуального вкуса. Почему я вношу до того, как влил соляной раствор сюда? Если вы сначала нальете соли, ну, раствора или тузлука, а потом добавите специи, будет очень трудно это дело вымешивать. Сейчас, пока фарш суховат, это хорошо размешается и будет, в общем-то, равномерно распределено. Что с водой уже не удастся сделать. Сейчас еще нужно добавить немножко красного перца. В старых рецептах он назван турецким. Я очень долго думал, что такое турецкий перец. Оказалось, это просто красный перец. У меня он свой. Вот мой жгучий красный перец. Я его храню в пакетике спрятанном, потому что он очень-очень страшный. Совсем на кончике. Это ложечка кофейная. Вот, внесу совсем немножко. Прячу его от сына, чтобы, не дай бог, не залез. Даже пальцами его коснуться, это уже катастрофа. Сейчас я все это дело перемешаю и буду уже вносить соляной раствор, который пока за это время готовится. Ну, или тузлук, говоря по науке. Значит, нитрит вы можете не использовать. Он дает цвет. Сохраняет мясной цвет при срезе. У меня он есть. Я использую, использую крайне аккуратно. Храню тоже так, чтобы никто из домашних до него не добрался. Потому что, повторюсь, это яд довольно опасный. В больших концентрациях, в малых концентрациях он абсолютно безвреден. Для нашего организма и все вот эти передачи, пугающие вас им, это все ерунда. Вот, внесли в лук. Размешиваем, все равномерно распределяем. Ух ты, что-нибудь такое не попалось. Это нам не надо в колбасе. Это, видимо, с мясорубки. Запах коньяка сильно чувствуется. Это у меня сигнализация сработала. Не пугайтесь. Так, еще какой-то непонятный кусочек вывалился. Все, фарш. Теперь отправляем в холодильник на 6 часов на созревание. Все должно равномерно просолиться, проникнуть в специи. И сейчас еще одну важную специю приготовим. Это именно для французской колбасы. Если вы бывали в той самой стране, имени которого блюда мы готовим сейчас, то там в структуре колбасы присутствует черный перец горошком. Вот сейчас я его насыпал в чашечку. Скипел чайник. Заливаю кипятком и буду распаривать. Ух ты! Как всегда, ничего не видно стало. Ну, сейчас накрою все это дело блюдцем. И пусть распаривается. Вот то, что всплыло, я уберу. Простите, очень плохо видно. Ну, в общем, суть понятна. Надо распарить перец, чтобы он стал мягким, когда его берешь в руки. И тогда в колбасе он не будет диссонировать с общим вкусом. Для придания больше пикантности я добавлю в этот фарш чесночок. В рецептуре он присутствует, но там пишется о сушеном. Я как-то к сушеному отношусь не очень хорошо, поэтому я вот так вот его прогоняю через чеснокодавилку, подрезаю ножичком, чтобы он имел максимально мелкую структуру. Сюда добавлю. На вот этот объем у меня одна головочка. Так как это колбаса вареная копченая или полукопченая, что нам нужно сделать? Придать аромат дыма, то есть копчение. Суть натурального копчения заключается в том, что у вас сильно продляется срок годности. Продлевается, простите, пожалуйста. Я буду использовать жидкий дым. Он производится под городом Новосибирск. Продается, в принципе, во всех магазинах. Его преимущество от натурального копчения заключается в том, что он не содержит канцерогенных веществ, никаких фенолов и прочей гадости, которая присутствует в натуральном дыме. Но, к сожалению, срок годности у готового продукта при этом не продлевается, так как при использовании натурального дыма. Вот на этот объем я беру примерно полторы столовые ложки. Сейчас я это дело вмешаю в фарш. Значит, в чем еще небольшое преимущество этой вещи под названием жидкий дым в том, что для людей с больной печенью, ну, тем, кому вообще копченое нельзя, он, в общем-то, безвреден. Он, кроме как натуральной ароматики дыма, в себе ничего не содержит. Я считаю, что человек, который его разработал, к счастью, знаком с ним лично. Ну, молодец, молодец. Сделал потрясающую штуку, которая позволяет вот без копчения получать готовые продукты, особенно для тех, кто не может себе их позволить в силу медицинских обстоятельств. Поэтому всем рекомендую, продается он везде, ну, продаются разные. Смотрите, чтобы это было сделано в Новосибирской области. Я не буду называть ни марку, ни разработчика, ничего, как бы, чтобы не создавать рекламу. Знайте просто, что это сделано под Новосибирском. И это безопасно, в отличие от натурального копчения. Ну, вот, теперь фарш, в общем-то, полностью готов. Перец распаривается. А это дело в холодильник на 6 часов. Оболочка. Это фиброус. Паропроницаемая оболочка. Очень важно. Ее можно купить при желании. Вот, никакую другую оболочку для данного вида продукта я не рекомендую. Можно пробовать набивать натуралку, но я имею в виду чрева. Это не стоит делать, потому что фарш довольно плотный. Оболочка же, ну, довольно подвержена физическому воздействию, может порваться. В общем, вы не получите того, что хочется. Это можно приобрести в множестве интернет-магазинов. В общем, не буду про это отдельно рассказывать, просто запомните название фиброус. Цвет значения не имеет, просто вот у меня такая. Потому что, вот видите, вот он фарш. Он очень-очень плотный. И его будет набивать в какую-либо другую оболочку. Ну, очень-очень-очень неудобно. Вот. Сейчас у меня там распаривается перец. Я его постоянно подогреваю. Вот обратите внимание, получилась вот такая вот почти черная жижа. Задача... Ай-яй. Извиняюсь, очень горячо. Вот. Сейчас фокусируется. Надо его довести до состояния, когда он будет легко вот так вот разминаться в пальцах. Вот видите? Разделяется. То есть, в общем-то, готов. Теперь я его примешаю к фаршу. Только предварительно солью вот эту образовавшуюся жидкость. Потому что иначе вы получите горечь в колбасе. Как бы объяснить-то попроще. Ну, в общем, это вываренный перец, который должен пойти как дополнительный вкус, а не как основная специя. Если вот это все сейчас туда добавить, то будет очень-очень кисло. Когда будете кушать, у вас будет оставаться кислое послевкусие. Потому что такое количество перца это избыток. Ибо в фарш уже добавлено все, что нужно. А это идет скорее как украшение, а не как специя. Вот я откинул перец на ситочка. И сейчас его буду вмешивать в фарш. И параллельно же оболочку надо замочить в обязательном порядке. Потому что это оболочка, которая требует замачивания перед набивкой. Вмешаю вот перчик. Распределю его равномерно по фаршу. И уже покажу вам готовые колбасы. Потому что размоченную оболочку, завяжу кончики. У меня есть небольшой ручной клипсатор. Один конец я закрепсую. Второй конец буду, естественно, перевязывать. Не вижу смысла этого показывать. Об этом очень много и в интернете, и на сайтах производителей оболочки. Я думаю, сами в этом разберетесь. Я покажу вам уже готовые набитые колбасы. после набивки у меня получились вот эти вот четыре батончика. Ну, два больших и два я постараюсь показать, потому что пришлось один уменьшить. Я думал, в три влезет, но не влезло. Поэтому сделал один вот совсем такой маленький. Ну, как маленький. Вот относительно моей руки это не такой уж и маленький. Сейчас я их взвешиваю и скажу, сколько по весу получилось. Взвесил, получилось три килограмма сто грамм. Теперь на шесть часов как минимум, лучше на ночь отправить это дело в холодильник для осадки. Осадка нужна для того, чтобы белковые структуры, содержащиеся внутри фарша между собой соединились и когда колбаса будет уже готовиться, ничто не разделилось и получилось нормальное, цельное и хорошо нарезалось. Вот мы и подошли к самому ответственному этапу термической обработки. Духовка прогрета до 60 градусов сейчас. Ну, как это выставлено, по крайней мере, на табло. Я загружаю колбасы. и для контроля температуры так как я не очень-то доверяю настройкам, кладу спиртовой термометр. Почему спиртовой? Потому что, ну, в общем-то, это, наверное, самое... Ох ты! Длинноватые получились. Придется немножко по диагонали выкладывать. Так, и спиртовой термометр, потому что он максимально точен. Значит, нам нельзя превышать температуру 85 градусов при термообработке. Значит, 60 градусов это обжарка, это 1 час. Потом повышаем температуру до где-то 82, но не превышая 85. то есть, и плюс 2 часа при вот той температуре, которую я назвал, то есть, примерно 82 градуса. Ждем. Пришло время добывать приготовленную продукцию. Вот, на термометре 85 градусов, то есть, все прошло успешно, и вот они получились какие красивые и замечательные колбасочки. Теперь их нужно вынуть и отправить на охлаждение. То есть, остудить до комнатной температуры, после этого положить в холодильник. Вот и готовая колбаска полежала она в холодильнике. Сейчас я для вас ее взрежу. Как видите, вот такая она получилась на срезе. Вот он перчик виден. Режется хорошо, плотная. оболочка, как видите, тоже довольно хорошо счищается. так что желаю приятного аппетита. чтобы приятного пальцем м м м м м м м м Субтитры создавал DimaTorzok